Итак, дамы и господа, теперь у нас есть штурмовой вертолет, и сейчас мы на него посмотрим повнимательней. Штурмовой вертолет – самый дорогой транспорт в игре на данный момент. В лагере бандитов за него придется отдать 2250 металлолома. С вертолетом идет сотня ТНК в баке, так что если вам лететь далеко, прихватите дополнительное топливо с собой. В новом вертолете два посадочных места, расположенных тандемом. Впереди сидит оператор вооружений, а позади него – пилот. В распоряжении оператора вооружений могут быть скоростные и зажигательные ракеты, а также стрелковое оружие, которое располагается во вращающейся подфюзеляжной гондоле. Ну и конечно, ничто не мешает ему вести огонь из оружия, которое у него есть с собой. Пилот вертолета тоже имеет возможность наносить ракетные удары, а также выпускать ложные тепловые цели для отвлечения наведенной на вертолет управляемой ракетой. Но давайте на каждом аспекте новой боевой единицы остановимся подробнее. Прочность корпуса боевого вертолета – 850 хп, и для его уничтожения потребуется 1 сишка, 3 сачели, 2 обычные ракеты или 3 скоростные. Также на него придется потратить порядка 350 патронов 556. Причем зажигательные патроны наносят больше повреждений вертолету, чем разрывные. Зажигательных вам понадобится 66, а разрывных – около 70. Боевой вертолет способен пережить 6 попаданий из ПВО и 2 попадания из новой ракетницы, но переживет ли эти попадания экипаж – совсем другой вопрос. Пилот и стрелок защищены немного лучше по сравнению с коптером, однако все равно они являются самой уязвимой частью вертолета и могут быть легко ликвидированы взрывом. Горит боевой вертолет плохо. Например, коктейли Молотова наносят лишь повреждения от прямого попадания по машине. Огонь от Молотова урон по вертолету не наносит. Аналогичная ситуация с зажигательными ракетами. Их понадобится целых 17 штук, чтобы уничтожить вертолет. Взорвать вертолет дешево можно с зажигательными стрелами, которых понадобится 22 штуки, или огнеметом, затратив 130 единиц топлива. Оружием ближнего боя разрушить вертолет не получится. После уничтожения вертолета на земле вы найдете его оставшийся боезапас и оружие с патронами, если таковые были на него установлены. Гниет вертолет 8 часов на открытом воздухе и 48 внутри помещения. Пока что его можно загнать в гараж, но не без усилий. Но вот винт вертолета будет через один этаж виден, что позволит не только наносить ему повреждения, но и проникнуть в гараж через этот самый винт. Надеюсь, это скоро пофиксят, а так строите гараж ему повыше. Для ремонта вертолета вам понадобится киянка и металл. За один удар расходуется 30 фрагментов металла и восстанавливает у вертолета приблизительно 52 хп. Маневренность и скорость нового вертолета это что-то среднее между уже имеющимися у нас летательными средствами. Мини-коптер, конечно, будет пошустрей, но новый штурмовый вертолет не такой валкий, как корова. Управление штурмовым вертолетом не отличается от управления коптером или коровой. Основное управление полетом вертолета осуществляется мышкой. Смещая мышь вправо или влево, вы меняете крен вертолета вдоль его продольной оси. Смещая мышь вперед и назад, вы меняете угол тангажа. Мышь вперед – пикирование, то есть штурвал от себя. Мышь назад – кабрирование, штурвал на себя. Ну а кнопками А и Д вы начинаете рыскание угловых движений вертолета относительно вертикальной оси. Давайте перейдем от теории в реальные условия. Подбегаем к вертолету, в бак помещаем топливо, садимся в него и запускаем двигатель, нажав W. Кнопки W и S отвечают за обороты винта. Удерживая W, вы ускоряете винт и, как следствие, поднимаетесь выше. Зажав кнопку S, вы начинаете снижение за счет замедления вращения винта. При зажатой кнопке Alt вы можете оглядеться по сторонам и совершить дезаправку в воздухе. Оглядываемся максимально назад, открываем бак и добавляем топливо. К сожалению, пополнить боезапас таким образом нельзя. На вертолете можно передвигаться, как на машине, зажав клавишу Ctrl. Управление осуществляется клавишами W, S, D. Отпустив Ctrl, вы сразу взлетите, а приземлившись и нажав Ctrl, перейдете в режим автомобиля. Эта функция позволяет вам с легкостью парковать вертолет в гараж, а также покидать его по мере необходимости. Также вертолет можно толкать через круговое меню, зажав клавишу E. Еще вертолет оборудован фарами, которые включаются кнопкой F. Фары не потребляют дополнительные ресурсы и работают до тех пор, пока вы не выключите их или не заглушите двигатель. Пилот имеет возможность вести огонь из ракетной установки. Загрузить туда можно только скоростные или зажигательные ракеты. После чего, находясь в воздухе, следует нажать левую клавишу мыши, и ракеты полетят в цель. За один раз возможно выпустить 6 ракет, после чего ракетницы уйдут на 8-секундную перезарядку. Важно знать, что вручную перезарядить ракетницы нельзя. А значит, если вы выстрелили 5 раз и ушли на второй круг, то на следующем заходе на цель вы сможете выстрелить только один раз, после чего начнется перезарядка. Максимальный боезапас вертолета – 36 ракет. Обратите внимание на ромбовидный прицел, который появляется у пилота, если ракеты заряжены. Он показывает приблизительное направление полета ракеты, причем только скоростной. Более точный прицел есть у оператора вооружения, но пилоту он недоступен. Если прицел из ромбика превратился в крест, значит идет перезарядка. А если прицела у вас нет вовсе, значит без запас ракет из расходов. Также пилот несет ответственность за выпускание ложных целей, если в ваш вертолет взяла на мушку тепловая ракета из новой ракетницы. Услышав зуммер во время полета, приготовьтесь выпускать ловушки, иначе уйти от ракеты вам не удастся. Для сброса файеров нужно загрузить их в соответствующий слот, и при необходимости нажав правую кнопку мыши, сбросить их, чтобы сбить ракеты с толку. Но с ПВО такой трюк не работает. К слову, брошенный зажженный файер вторым членом экипажа оказывает на выпущенную ракету с тепловым наведением аналогичный эффект. Так что и коптер, и корова теперь могут быть защищены. Оператор вооружений располагается впереди пилота. Перед ним расположен терминал управления вооружением. Наведя на него курсор и нажав клавишу Е, вы сможете управлять подфюзеляжной гондолой и вести огонь из установленного в нее оружия, а также выпускать ракеты, нажав правую кнопку мыши. На экране вы увидите компас, дистанцию до цели в метрах, количество патронов в обойме оружия, установленного в гондолу, и оставшийся без запаса, а также индикацию перезарядки. По центру прицел для стрелкового оружия и ромб, указывающий место попадания ракет. Тип ракет, готовых к залпу, и их остаток. Ниже расположен указатель позиционирования прицела гондолы. У нее ограничена свобода вращения. 180 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали. Так что этот указатель позволяет вам быстрее сориентироваться. Установить в гондолу можно тот же набор вооружений, что и в турель. Да, дудку тоже можно. Как и в турели, оружие, установленное в гондолу, не ломается, так что можно при помощи вертолета и порейдить. Еще полезно знать, что повреждения, которые наносят выстрелы из вертолетной турели, аналогичны тем, что наносят и стационарные турели, о чем есть отдельное видео у меня на канале. Вертолетом можно уничтожить танк на космодроме, но будьте аккуратны. ПВО на РТ может доставить вам неприятности, так что лучше танк руменить поближе к стартовому комплексу. На танк потребуются все те же 7 скоростных ракет. Ну а реальный расход уже будет зависеть от ваших навыков. А на этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. С вами был Альфа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok